После атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, в течение четырёх лет Соединённые Штаты оставались единственной державой на Земле, которая обладала ядерным оружием. Пентагон подсчитал, что для того, чтобы уничтожить Советский Союз, будет достаточно 200 ядерных бомб. В 1949 году Советский Союз провёл свои первые ядерные испытания. В том же году, когда Вашингтон узнал, что с СССР вот-вот появится ядерная бомба, США создали НАТО. Шесть лет спустя, в 1955 году, был учреждён Варшавский договор. Во время Холодной войны посредством НАТО США сохраняли контроль над своими европейскими союзниками, используя Европу в передней линии ядерной конфронтации с Советским Союзом. С 1945 по 1991 год ядерных арсеналов США, СССР и семи других стран было накоплено мощность, эквивалентная более чем одному миллиону бомб, сброшенных на Схиросиму. Впервые за всю историю человечества мы создали разрушительную силу, способную стереть с лица Земли весь человеческий род и практически все другие формы жизни. Редактор субтитров А.Семкин Холодная война закончилась вместе с распадом Советского Союза в 1991 году и расторжением Варшавского договора. Соединённые Штаты воспользовались этой возможностью, чтобы инициировать первый конфликт в Персидском заливе после окончания Холодной войны. Основные страны-члены НАТО, включая Италию, приняли участие в этой войне. Одновременно с этим НАТО продолжало расширяться на восток по направлению к России. Первым шагом к этому стал распад Социалистической Федеративной Республики Югославия, который США, европейские страны и НАТО запустили в 1990 году, оказывая поддержку сепарстическим группировкам и способствуя внутренним конфликтам Федерации. В феврале 1994 года истребители НАТО сбили сербско-боснийские самолёты, которые пролетали над Боснией. Это был первым актом войны с момента создания Альянса. Война, которая получила название «Операция союзная сила», началась 24 марта 1999 года. В течение 78 дней, взлетая преимущественно с итальянских баз, с 1100 боевых самолётов, включая итальянские, совершили 38 тысяч вылетов, сбросив 23 тысячи бомб и ракет. Бомбардировки разрушили здание инфраструктуры Сербии, что повлекло за собой тысячи жертв среди мирного населения. Бомбардировки разрушили здания из инфраструктуры Сербии, что повлекло за собой тысячи жертв среди мирного населения. При этом использовались снаряды с обеднённым ураном, а также бомбардировки подвергались химические объекты, что нанесло долгосрочный ущерб здоровью людей и окружающей среде. Когда война в Югославии была в самом разгаре, с 23 по 25 апреля 1999 года в Вашингтоне прошёл саммит НАТО, посвящённый выработке новой стратегической концепции. НАТО было преобразовано в альянс, который обязывал страны-члены проводить операции в ответ на кризисы, которые не были предусмотрены 5-й статьёй «За пределами территории альянса». Что не изменилось после такого преобразования НАТО, это его внутренняя иерархия. Как прежде, только президент Соединённых Штатов назначает главнокомандующего союзными войсками в Европе, которым всегда является генерал армии США. То же самое относится и к другим высшим командным чинам. Уничтожая путём войны Югославскую Федерацию, НАТО начало расширяться на восток. Это продолжалось, несмотря на то, что Вашингтон заверил президента СССР Михаила Горбачёва, что НАТО не продвинется ни на один сантиметр на восток. В 1999 году НАТО, которая уже поглотила в 1990 году Германскую Демократическую Республику, также включила в свои ряды три бывшие страны Варшавского договора – Польшу, Чешскую Републику и Венгрию. В 2004 году она поглотила ещё семь других стран – Эстонию, Латвию, Литву, бывшую Республикой СССР, Больгарию, Румынию, Словакию, бывших членов Варшавского договора и Словению, бывшую Республику Югославской Федерации. В 2009 году она также приняла в свои ряды Альбанию, однажды страну участниц Варшавского договора и Хорватию. И, наконец, в 2017 году Черногорию, бывшую частью Югославии. В 2019 году она подписала протокол о присоединении Македонии, бывшей Республики Югославии, которая станет 30-й страной-членом. За 20 лет НАТО расширилось с 16 до 29 стран, 30 с учётом Македонии, всё больше приближаясь к границам с Россией. Три другие страны, Бозния и Гергоцеговина, бывшие Республикой Югославии, Георгия и Украина, бывшие Республикой СССР, являются кандидатами на членство в НАТО. Соединённые Штаты напали и вторглись в Афганистан в 2001 году. Официальной причиной была поймка Осама Бен Ладена, их бывшего союзника в Афганской войне против Советского Союза, которого они обвинили в том, что он возглавлял террористические атаки 11 сентября 2001 года. Официальная версия террористических атак 11 сентября расходится с научно-техническими исследованиями, проведёнными независимыми экспертами. На самом деле, США вторглись в Афганистан для того, чтобы занять пустующую нишу, освободившуюся в Центральной Азии после распада Советского Союза, которая является стратегически важным регионом между Россией и Китаем. В августе 2003 года посредством переворота НАТО перехватило командование международными силами садистской безопасности, миссия Анун, которая в результате перешла под управлением Пентагона. После Афганистана пришла очередь Ирака, страны которой с 1991 года находилась под жестоким эмбарго, которая за 10 лет стала причиной полутора миллиона смертей, из которых полмиллиона были детями. США представила Советом безопасности ООН доказательства, которые позднее оказались ложными, чтобы якобы Ирак обладал оружием массового уничтожения. Война началась в марте 2003 года с воздушных бомбардировок и захватом Багдада и других городов. Для того, чтобы подавить сопротивление, Ирак был залит кровью и сожжен более чем полутора миллионами солдат, колутор их Пентагон разместил в регионе и в ротации сотнями тысяч военных наемников. В этой войне, в которой НАТО участвовало в своей инфраструктуре и силами, использовались все возможные средства. От фосфорных бомб против населения Фалуджи до пыток в тюрьме Абу Грейб. Ливия обладала наибольшими запасами нефти в Африке, а также большими залежами природного газа, помимо ценного запаса ископаемой воды. Ливийское государство уверенно контролировало свои энергетические запасы, оставляя американским и европейским компаниям ограниченную доходность. Национального благосостояния Ливии был обширный и свои капиталы ливийское государство инвестировало за границу, в том числе для того, чтобы обеспечить Африку собственными финансовыми организациями собственной валюты. Главная цель войны, как была обнаружена в электронной переписке между Клинтоном и Саркози, не дать Кеддафи создать африканскую валюту в качестве альтернативы доллару и франку КФА. В канун войны 2011 года Соединенные Штаты и Европейские союзники заморозили, другими странами украли, Национальный фонд Ливии, что нанесло смертельный удар всему проекту. Племенные группировки, враждебные правительству в Триполи, получили финансирование и оружие, как и некоторые исламские группировки, которые всего несколько месяцев ранее были провозглашены как террористические. Всей операцией руководили Соединенные Штаты, сначала через командование армией США в Африке, а потом через НАТО под кономаниванием США. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 11 марта 2011 года началась воздушная и морская бомбардировка Ливии. За 7 месяцев авиация США совершила 30 тысяч боевых вылетов, включая 10 тысяч налетов, в которых было использовано более 40 тысяч бомб и ракет. Италия принимала участие в этой войне, предоставив своей базы в военные силы, тем самым грубо разорвав договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Таким образом, была уничтожена Ливия, государство, которое поддерживало в Африке высокого уровня экономического роста и развития человека, как было задокументировано в 2010 году самим Всемирным банком. Война также отразилась на африканских эмигрантов в Ливии, которые по обвинению в сотрудничестве с режимом Каддафи были брошены в тюрьму и подвергнуты пыткам. Многие из них бежали в Европу через Средиземное море. Те из них, кто потерял свои жизни, стали также жертвами войны, при помощи которой НАТО разрушило Ливийское государство. В том же 2011 году, после уничтожения Ливийского государства, началась операция США-НАТО по развалу Сирийского государства. Ударную силу составлял сброд всяких вооруженных изламских группировок из Афганистана, Боснии, Чечни, Ливии и других стран. В мае 2013 года, через один месяц после создания ИГИЛ, Ибрагим Аль-Бадр Халиф встретился в Сирии с американским сенатором Джоном Маккейном. ИГИЛ получила финансирование, вооружение и транспортные возможности от ближайших союзных веков США в Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Турции, Ердании. На основании плана разработана ЦРУ. Пока США и их союзники дали ливит, что борются с ИГИЛ, изламское государство продолжало набирать силу. Это было как раз то, чего хотели Соединенные Штаты, чей стратегическую целью был распад Сирии и повторная оккупация Ирака. Вмешательство России в сирийский конфликт в 2015 году на стороне правительственных сил полностью изменило ход конфликта, который уже привел к более чем 250 тысячам смертей. Российская авиация уничтожила опорные пункты ИГИЛ, что открыло путь для войск Дамаска. Получив такой удар, США решили разыграть карту на фрагментацию Сирии. Операция США и НАТО в Украине началась, как только она стала независимым государством в 1991 году. НАТО создало свою сеть в военной гражданской сфере на Украине. ЦРУ и другие секретные службы годами тренировали вооруженные ненацистские группировки. Военизирование и формирование украинских ненацистов вступили в действие в 2014 году на Майдане в Киеве. Во время протестов против коррупции и высокой стоимости жизни. Вооруженные группы захватили правительственные здания, в то время как скрытые снайперы, привезенные из Грузии, вели беспорядочный огонь из снайперских винтовок как по демонстрантам, так и по полицейским. 20 февраля 2014 года генеральный секретарь НАТО призвал украинские вооруженные силы оставаться нейтральными. Это было настоящим государственным переворотом. Под командованием США и НАТО, имеющие в основе стратегическую цель спровоцировать новую холодную войну в Европе, для того, чтобы изолировать Россию и корруппить влияние США в Европе. Столкнувшись с кровожадными нападками по отношению к русским, живущим в Украине, Крым решил путем всенародного референдума войти в состав Российской Федерации в статусе автономной республики. НАТО и Евросоюз обвинили Россию в незаконном захвате Крыма и предупредили, что против нее будут введены санкции. НАТО в четыре раза увеличило число истребителей бомбардировщиков, обычных и ядерных, которые были развернуты в Бальтийском регионе, а также увеличило количество боевых кораблей в Бальтийском Черном Средиземноморях. За четыре года, с 2014 по 2018 год, США потратили 10 миллиардов долларов на инициативу по обеспечению европейской безопасности. Механизированные бригады США развернуты по ротации в Польше и других восточноевропейских странах на границе с Россией. Европейские страны-члены НАТО также принимали участие в этом развертывании на восточном рубеже. Евросоюз, в котором 21 страна является членами НАТО, где Великобритания также останется, даже если выйдет из Евросоюза, обещает не создавать европейскую армию, а только силу, дополняющую НАТО. Вооруженные силы США владеют или арендуют в Италии более чем 2300 зданий общей площадью 2 миллиона квадратных метров, примерно в 50 разных местах. К этим американским базам следует добавить базы НАТО под командованием США и итальянские базы, которые сдаются в аренду под нужды США и НАТО. Сеть военных баз в Италии подчиняется командованию военных сил США в Европе ЭУКОМ, в главе с генералом, который является также верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе. Зона ответственности ЭУКОМ включает в себя 6 объединенных боевых командований, с помощью которых США контролирует весь мир, куда входит весь европейский регион и вся Россия, а также Турция, Израиль и Грузия. Здесь находятся самые основные базы США НАТО в Италии. На Вьебазе в Явьяну размещаются истребители США, а на базе в Геди находятся итальянские истребители под командованием США, готовые атаковать ядерными бомбами Б-61. На Вьебазе в Виченси размещается 173-я воздушно-десантная бригада США, личный состав которой посылается в Афганистан, Ирак, Украину и другие восточноевропейские страны. Между Пизо и Ливорно расположен Камбдарби, крупнейший арсенал США за проделами самих Соединенных Штатов. Он обеспечивает снабжение для совпопутных и воздушных сил США и союзников в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Камбдарби, согласно информации итальянских магистратов, был частью сети Пучистов Гладио, согласно показаниям Фердинанды Пазимато, почетного президента Верховного касационного суда. В течение расследований, которые я провел о терактах, которые были совершены в Италии, начиная с теракта на площади Фонтана до Италикуса и теракта на площади Делла Лоджа. Теракта в Болонне и теракта в Капачи и улице в Дамеллио, где были убиты и растерзаны мои коллеги Джованни Фальконе и Пауло Борселлино, вместе с их охраной. Было установлено, что используемая взрывчатка происходила из баз НАТО. В некоторых из них встречались черные террористы, представители и офицеры НАТО, мафиози, итальянские политики и масоны в преддверии терактов. Эти факты были доложены прямыми свидетелями. Лагопатрия под Неаполем находится штаб-квартира командования объединенными вооруженными силами в подчинении адмирала США, который командует военно-морскими силами США в Европе и Африке. В общей штаб-квартире Лагопатрия находится центр НАТО южного стратегического направления, который осуществляет спионаж на Ближнем Востоке Африки. В Сигонелла, на Сицилии, находится крупнейшая база США НАТО в Средиземном море, которая используется для проведения военных операций, в основном секретных, на Ближнем Востоке, Африке и других регионах. Это одна из четырех всемирных станций спутниковой системы МООС, которая объединяет все вооруженные силы США в единую сеть, где бы они ни находились в мире. На Сардинии находятся крупнейшие полигоны для учения вооруженных сил Италии и НАТО. Они и являются источником загрязнения окружающей среды, что приводит к плачевным последствиям для здоровья населения. В 2017 году Североатлантический альянс расторг договор ООН об уничтожении ядерного оружия. Таким образом, НАТО лишил парламента своих стран-членов свернить это в принятии самостоятельного решения соблюдать или нет договор ООН. Нарушая договор о нераспространении ядерного оружия, Соединенные Штаты Америки хранят ядерные бомбы Б-61 в пяти странах НАТО – Италия, Германия, Бельгия, Голландия и Турция. Эти страны также нарушают договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает неядерным в военном смысле державам принимать на хранение ядерное оружие. На смену Б-61 в 2020 году придут новые американские ядерные бомбы, известные как Б-61-12. В отличие от бомбы Б-61 с гравитационным подъемем, Б-61-12 направляется на цель, а затем взрывается под землей, чтобы уничтожить центральный командный бункер в ядерном первом ударе. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора РСМД с Россией, подписанном в 1987 году президентами Горбачевым и Рейганом, и выразили свое намерение выйти из него в течение шести месяцев. Так, США готовятся разместить ядерные ракеты средней дальности наземного базирования в Европе ради действия от 500 до 5500 километров. Подобно евроракетам в 1980-х годах, которые были уничтожены в результате договора РСМД. Москва предупредила, что если США разместят ядерные ракеты в Европе, тогда Россия, в свою очередь, также разместит на своей территории ядерные ракеты, направленные на базы в Европе и командные центры в США. При таком сценарии мы не можем не обратить внимание на географический фактор. Если американская ядерная ракета средней дальности, развернутая в Европе, может поразить Москву, то подобная ядерная ракета, размещенная в России, может поразить европейские столицы, но не Вашингтон. Для сравнения, это как если бы Россия разместила свои ядерные ракеты средней дальности в Мексике, которые могли бы поразить Вашингтон. Евросоюз проголосовал в Организации Объединенных Наций против предложения России по сохранению договора РСМД, тем самым давая зеленый свет размещению новых американских ракет в Европе. Широкая дуга напряжения и растущего конфликта теперь простирается от Восточной до Центральной Азии, от Ближнего Востока до Европы и от Африки до Латинской Америки. Горячие точки вдоль этой межконтинентальной дуги это Корейский полуостров, Южно-Китайское море, Афганистан, Сирия, Ирак, Иран, Украина, Ливия, Венецуэла и другие. И у всех из них разные особенности. Но они все объединены одним фактором – стратегией, при помощи которой США пытаются держать свои позиции лидирующие супердержавы. Господство США стоит сейчас под угрозой из-за появления новых государственных и социальных проектов. То, с чем сейчас Россия, Китай и другие страны борются – это гегемония доллара. Вашингтон с озабоченностью следит за экономическим и политическим и военным партнерством между Россией и Китаем. Если бы китайский проект «Нового шелкового пути», в котором также участвует Россия, реализовывался бы как изначально задумывался, то это бы полностью изменило геополитическую архитектуру всего евразийского региона. Европейские страны и НАТО, которые хоть и имеют некоторый конфликт интересов в США, подчиняются лидерству США с тем, чтобы защитить экономический порядок, в котором доминирует Запад. Поскольку они не обладают экономической мощью, чтобы это сделать, Соединенные Штаты и их союзники все больше раскручивают маховик войны. США, которые с 1945 года, своими войнами и государственными переворотами привели к 20-30 миллионам смертей, плюс сотни миллионов от косвенных последствий таких действий, готовятся сделать все возможное, чтобы сохранить свою империю. Принципы нашей Конституции и наши истинные национальные интересы требуют убрать с нашей территории не только ядерное оружие, но и базы США и НАТО. Мы должны нарушить это большое табу, которое на данный момент доминирует в политическом и институциональном мире, четко обозначая цель, которую мы хотим достичь. Выход Италии из НАТО Препятствия, стоящие на пути достижения этой цели, просто гигантские. Доминирующая власть черпает свои силы не только из политических, экономических и военных инструментов, но и из контроля над умами, который становится возможным благодаря вездесущему медийному аппарату. Эта махина постоянно проецирует голограммы опасных врагов, для того, чтобы оправдать политику вооружения, военных операций и войн. Тем самым мы оправдываем военные расходы, которые в Италии выросли примерно до 70 миллионов евро в день и которые, согласно принятым перед НАТО обязательствам, должны еще повыситься примерно до сотни миллионов евро в день. Теперь Вашингтон требует, чтобы страны, где размещаются американские военные силы, оплачивали их в содержание, и, более того, дополнительно 50% в обмен на непроизоставляемую защиту. Это общественные средства, взятые из наших карманов, изъятые с перспективных инвестиций или социальных отчислений. Что мы можем сделать? Мы должны показать всему миру, что существует Италия, которая отказывается быть привязана к Альянсу, который под иностранным руководством губит нас и ведет к катастрофе. Италия, которая помнит значение своей конституции, а не только слова. Италия, для которой слово «совернитет» не означает инструмент для кратковременного политического использования. Италия, способная найти выход из антиисторической версии Запада, который цепляется за защиту своего господства. Италия, способная играть мирную роль в строительстве многополярного мира, мира, в котором надежды человечества о свободе социальной справедливости могут быть реализованы на основе универсальной декларации прав человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok